Дорогие подписчики, в этот понедельник, то есть сегодня, стандартно выходит у меня на канале очередное видео. В этом году это будет последнее видео. Что касаемо прошедшего года, этот год был сложным для нашего коллектива. Ну как бы там ни было, мы прошли его все-таки с достоинств. Как говорили раньше наши старики, лишь бы не было войны. И мы это сейчас знаем не понаслышке. И очень бы хотелось, чтобы в следующем году обязательно наступил мир на нашей земле. Как по мне, так это на данный момент самое-самое важное. Ребятушки, мир, счастье, здоровье в каждом вашем доме. Благополучие вашим семьям, родным, близким и ярких впечатлений вашим детям. Дарите близким и особенно детворей частичку своей души. Дарите ее не только в празднике, но и дарите ее каждый день. Что может быть прекраснее улыбки и слез радости близких. С наступающим вас Новым Годом! Очень бы мне хотелось выразить огромную благодарность всем тем, кто помогал нашему каналу. И материально, и в поиске, пересылке каких-то нужных нам вещей, запчастей, инструмента, материалов, да и просто участием в жизни нашего канала. И частенько это делалось анонимно. Ребятушки, от души вам огромное спасибо! Особо хотелось бы отметить человека, который на постоянной основе помогает нам. Это Николай Владимирович из Иссентуков. Мне бы очень хотелось рассказать о нем отдельно, но, к сожалению, Николай Владимирович категорически этого не желает. Очень скромный, добрый, порядочный и отзывчивый человек. Николай Владимирович, искреннее, душевное, глубочайшее спасибо вам. Пусть вся ваша помощь вернется вам сполна, вернется вашей семье вселенским счастьем и благополучием. Искренне желаю вам процветания, мира и спокойствия. Ребятки, спасибо вам всем и да пребудет счастье в каждой доме. Дорогие друзья, подписывайтесь на наши другие каналы, кроме YouTube. Это Дзен, Рутоп и, конечно же, на платформу. Ссылки на все эти видеохостинги будут в описании под видео. Доброго всем! Перед вами в опрессовке Многострадальная ГБЦ БМВ. Эта модель и подобные модели очень частные наши гости. И на канале мы публиковали несколько раз видео по ремонту этих голов. К сожалению, сейчас в опрессовке вы ничего не видите. А все потому, что когда клиент привез к нам головку в опрессовку с жалобой на эмоции в поддоне, мы опрессовали ее. И она конкретно так затравила, но снимать видео я не стал, так как затравила она в двух местах из-под шайб крепежных болтов ГБЦ к блоку. Ну и я решил, что мы сперва выдернем эти шайбы, уже тогда я сниму, где будет трещина это травить. А так как шайбы там стоят в распор с натягом, то когда сварщик выковырял их из своих мест, сломав вот эти упоры, то трещины схлопнулись и головка перестала травить. Хотя наваливали в нее давление и очень даже прилично. Вы знаете, такое иногда случается. Но визуально вы все же их увидите при разделке. Поэтому из-за прессовки ГБЦ сразу же отправилась в сварочный пост. И наша задача состоит лишь в том, чтобы восстановить герметичность головки, восстановить после заварки конфигурацию поверхностей, а уже всю остальную работу клиент сказал, что будет выполнять самостоятельно. Поэтому сварщик Андрей приступает к разделке трещин. И первым делом он глянет, где идут трещины, чтобы понимать, какой ремонт в данном случае требуется. Проявит Андрей эти трещины стандартно горелкой. Очень четко видны эти трещины. И эти трещины идут на пробку. И в первом, и во втором случае. Поэтому Андрей выкручивает пробки. Их он просто-напросто заварит напрочь. Да и не нужны они здесь. Далее сварщик кернит места в окончании трещины, точнее перед трещиной, чтобы там засверлить их и остановить. Далее следует стандартная обработка завариваемых плоскостей. Далее следует... Обязательно Андрей удалит из зоны сварки сарльники клапанов. Иначе в противном случае они будут там гореть. Торцевую крышку придется снять и выкрутить шпильки. К сожалению, размер печи не позволяет полностью засунуть этот УБЦ туда вместе с этими шпильками. Вот теперь головка отправляется на подогрев. И после чего Андрей приступает к заварке. Субтитры подогнал «Симон»! 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 После заварки и остывания ГБЦ в печи она вновь отправляется в опрессовку. К сожалению, с первого раза заварить ГБЦ не удалось. Такое хоть и редко достаточно, но оно бывает. И здесь я не удивлен. Ведь это BMW. Обычно за такую работу мы стараемся не браться. Но клиент очень уж настаивал и знал все риски. Стеночка у этих голов просто-напросто аж запредельно тонкая. По итогу трещина все же пошла дальше по окружности. Андрей вновь повторяет всю ту же процедуру. И головка вновь в каретке опрессовочного стенда. На этот раз все нормально, заварили. Но впереди еще есть расточка. И нужно будет обязательно после расточки сделать контрольную опрессовку. Головка отправляется к расточнику координатно-расточного станка «Виталий». Он первым делом предварительно растачивает отверстие крепежного болта, чтобы можно было выставить головку по этим отверстиям и взять координаты. Что, собственно, сейчас в кадре увидел. Далее фрезуя 20 мм, переточенная сверва, делает вновь-таки предварительную расточку. Субтитры подогнал «Симон» Шайба размером 22 мм, поэтому «Виталий» далее ставит сверло, но тоже типа фрезу, 22 мм, и уже этой фрезой делает следующую протяжку. Расточник пробует поставить шайбу, но, понятное дело, она ложится, и, скорее всего, если слегка стухнет, то она сядет на свое место. Но мы все же решаем расточить это место чуть больше. Я думаю, здесь не будет каких-то бы ни было проблем, если она просто ляжет и будет лежать без натяжки. Виталий расточит резцом это место совсем-совсем немного, буквально десяточку, чтобы шайба свободно легла. Да, теперь она без проблем ложится, и остается вывести отверстие крепежных болтов или шпилек, что там у нее, как там она крепится, я не знаю. Требуемый размер. Теперь следует удалить еще сварку, которая осталась в местах под пружину. Расточник, естественно, растачивает и эти места. Теперь под пружинная шайба сюда ложится, конфигурация восстановлена. Ну и, конечно же, свою работу мы обязательно проверили, выполнить контрольную отрисовку. Ну а на этом, как обычно, у меня все. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, помогите каналу донатом, ссылки на возможные варианты помощи будут в описании под видео, и без аварийных, ребята, вам поездок.